здравствуйте марина сегодня у нас в программе серии интервью в помощь родителям павлюченко марина которая является владельцем и директором центра эрудитус я решил взять у вас интервью марина чтобы немножко прояснить и рассказать родителям о том что же такое эрудитус сегодня что предлагает эрудитус и как вообще с вами можно сотрудничать и какую пользу от вас можно взять родителям харьковчанам прежде всего с удовольствием расскажу а сегодня эрудитус эта группа образовательных компаний у нас три проекта и начался эрудитус я всегда говорю что эрудитус is my first baby как наш первый ребенок это семейное дело и ровно 10 лет назад мы с супругом открыли проект который помогает детям родителям подросткам абсолютно всем кто изъявляет желание обучаться за границей или в целом хотя бы узнать о том что это такое мы упаковали это все в одну концепцию для того чтобы можно было легко отправиться на учебу за границу и пришли мы к этому очень логично через собственный опыт я училась в сша в испании супруга мы также были на программе обмена work and travel известная для всех и вернувшись из такой последней поездки нашей мы поняли насколько и лично я меня это в колоссальное перевернула мое мировоззрение очень сильно поменяла я действительно уверена в том что каждый человек сейчас просто обязан попробовать учебу хотя бы кратковременную за границей для того чтобы расширить вообще свои свои рамки свои границы для того чтобы понять насколько ценны иностранные языки потому что английский сейчас это и за масс да никого не удивишь английским нужно изучать еще и другие на страны языки так как паспорта вашей в мире и собственно так мы открыли проект ирудитус и за 10 лет мы уже отправили около трех тысяч студентов студентов я называю абсолютно всех моими веду по возрасту у нас есть пятилетние студенты а есть 42-летние студенты да все они для меня студенты это люди с которыми мы связаны очень сильно потому что для нас каждый человек который проходит с нами этот путь выбора учебного заведения будто каникулы в лондоне на две недельки во время до лета летних каникул или там зимних будь то уже выбор университета или школы за границей да уже более такой серьезное учебное заведение на долгосрочную учебу это люди с которыми мы проживаем этот опыт выбора мы подталкиваем их помогаем им сделать какие-то первые шаги потому что зачастую это крайне стрессово и сложно особенно родителям чаще всего понять отпустить ребенка вообще определить насколько он готов выбрать профессию что мега сложно в нынешнем мире понимаю что каждый год появляются какие-то новые в совершенно специальности профессии которые даже не преподаются еще в вузах тем более в украине к сожалению да поэтому родители стремятся дать детям лучшее естественно и инвестиция в образование за границей в частности в том числе является одним из самых таких вот наверное лучших инвестиций вообще которую можно себе представить потому что она однозначно вернется старицей отлично марина вы очень так емко рассказали и у меня тут вопрос следующий марина я когда вам вас вот представлял я сказал харьковчане харьковчанам это все интересно вот вы все-таки как себя будет больше позиционируйте вы только для харьковчан или нет это же важный момент нет на все украинская компания если касательно проекта обучения за рубежом то у нас есть клиенты из казахстана азербайджана то есть мы совершенно опять же благодаря пандемии мы стали еще больше и благодаря онлайн на вебинаром и так далее всем форматом проведения маркетинговых мероприятий да с учебными заведениями то у нас клиенты есть отовсюду да и мы не ограничиваемся украины но конечно же 90 процентов нашей целевой аудитории это украинцы и не только харьковчане не только харьковчане это уже давно не только харьковчане просто конечно харьков мы любим больше всего более того мы сюда переехали с супругом опять же специально для открытия этого бизнеса да то есть это был целенаправленный наш выбор и мы это самый правильный наш выбор нашей жизни очень рады что мы в харькове потрясающие люди и собственно говоря буквально четыре года назад на наши же харьковчане уже подтолкнули нас к открытию второго проекта в эрудитус это центр комплексной языковой подготовки где мы сейчас готовим деток от трех лет уже начиная с развивашек да и уже такой глобальная подготовка по английскому языку с сдачей кембриджских экзаменов вы немножко уже сказали марина об этом но хотелось бы может вы что-то добавить и как все-таки возникла вот эта идея эрудитус все-таки вы же были я так подозреваю да на каком-то распутье стояли вы что-то наверное еще хотели сделать и но по крайней мере у вас точно был наверно большой все-таки выбор и вы именно вот как-то такую нишу вот выбрали но для меня честно скажу она выглядит очень непростой то есть не знаю почему может потому что никогда не касался этого вот дела да то есть брать детей отправлять и как-то ну как ответственность на себя брать вот эту понятно что да и родители же не хотят отпустить а тем более еще знаете как некоторых вот некоторые родители боятся и вы там найдете ему хороший университет он потом там и останется ну то есть вот то есть я потеряю ребенка понимаете марина я потеряю сына или до 50 процентов родитель наверное боятся того что ребенок может там остаться но я вас наверное удивлю сейчас если скажу что 50 процентов хотят чтобы они там остались опять же для них это инвестиция в лучшую цивилизацию до лучшие какие-то более стабильные скажем так условия жизни и но у нас очень много примеров ребят которые возвращаются делают здесь открываются строят бизнеса международные компании уже нанимают людей здесь поэтому это тоже большой пример как это все началось как я начала рассказывать что это личный опыт который я прожила выбираю учебное заведение и отправляясь в далеком 2006 году мои родители мне никак не могли помочь в этом вопросе я сама занималась с документами ездила ночью в посольство стояла 6 утра в очередях подки в киеве чтобы попасть туда во время сделать визу то есть в испанию там очень как-то сложно было все открыть но и когда я проходил этот путь мой мои родители были дико возмущены почему нет компании которая может взять деньги за услуги свои да и просто комплексно все сделать чтобы провести за руку режим я как родитель да если я уже инвестирую деньги в образование мог быть спокойны знать что он прилетит его встретят в аэропорту его отвезут заселят он нигде не потеряется потому что у меня была история когда я двое суток не могла связаться с родителями и мой папа мне кажется уже объявил там нато или куда-то интерпол интерпол и напишите мою марину да то есть это было прям очень стрессово да поэтому я поняла что такого проекта очень не хватает и вы удивитесь но десять лет назад в харькове такого проекта вообще не было то есть мы были первопроходцами которые предоставляли не просто этот комплекс услуг но еще и большой выбор стран потому что кто-то отправлял например только в англию или швейцарию кто-то там только чехии занимался или польши да мы зашли сразу же и благодаря опять же тому что у меня уже были определенные отношения с университетами ознакомилась когда я там училась то мы сразу же не смогли предоставлять большое количество стран а сейчас это уже более 20 стран куда мы отправляются наши студенты на учебу и это опять же огромная география и выбор выбор самое главное вот такой еще вопрос вытекает из я думаю традиционно наверное вот он есть такой я пришел к вам видел ваш шикарный большой офис для меня он такой какой-то не похожи на другие вот он какой-то такой европейский просторный стал и вот сидят сотрудники все так классно все так красиво и вот вы говорили что у вас все-таки нет не тот случай когда родители взяли купили пакет дали 10 миллионов долларов и идите мою дочку отведите куда надо и на обучить ее есть ли подход к тем например студентам которые хотят найти вуз себе за границей просят вас сначала провести там профориентационный тест да а потом подобрать вуз который будет ну что называется бюджетный потому что у нас все таки я встречаю это своей практике учеба за границей это удел наших депутатов детей у каждого родителей в большом бизнесе то есть как вот вы что вы можете по этому поводу вот сказать как это комментарии смотрите это давно большой миф и я все больше хочу об этом рассказывать и спасибо вам за этот вопрос потому что в европе вы можете учиться на государственных языках совершенно бесплатно на чешском языке в чехии на французском во франции в испании на испанском да соответственно в германии в австрии на немецком вы можете учиться подчеркиваю совершенно бесплатно конечно путь поступления достаточно непростой первый самый главный критерий это свободное владение тем языком на котором вы будете учиться до издача вступительных экзаменов на этом языке то есть это действительно достаточно сильная подготовка должна быть ее нужно начинать там уже в возрасте ну вот 5 класса чтобы действительно второй язык у ребенка был практически свободный и были сданы экзамены и моей большой гордостью является то что с каждым годом таких ребят все больше потому что уже много об этом информации родители подходят осознанно ребята понимают что языки нужны близким никого не удивишь и мы действительно помогаем на пути поступлению и в такие вузы но но кроме того еще очень многие не знают о том что во многих государственных вузов европе например той же можно учиться и на английском языке получая достаточно ну практически иногда стопроцентные стипендии то есть только вот недавно у нас трое ребят поступили получили в голландию три стипендии и одна из них полностью покрывающие обучение то есть ребенок будет платить только за свое проживание там да и для родителей это было просто вау шок то что ребенок получил такую стипендию честно вам скажу это даже не было какой-то сильно сильно сверх заслугой то есть это хороший студент но не супер звездный дат но в остальных случаях как правило получения стопроцентной стипендии это именно про звездных студентов но очень многие даже не удосуживаются узнать какие требования что для этого нужно да просто приходят и говорят мы бы хотели учиться бесплатно вот у нас как бы там средненький такой аттестат английский мы только начали учить ребята это все классно но так бесплатно не мучиться естественно что вуз который готов вам дать например хотя бы 50 процентную стипендию на покрытие обучения он хочет получить звездного студента год который будет какие-то защищать работы которые будут вносить свое новшество исследования проводить который в конце концов доктором станет да вот таким студентам вуза готовы давать стипендии поверьте таких случаев очень много то есть и зачастую те ребята которые получают эти стипендии они пользуются они не пользуются услугами нашими да они приходят для того чтобы возможно узнать какие-то вводные там мы помогаем с визовыми процедурами но уже это те ребята которые они настолько умные что они сами получили эту стипендию потому что по сути стипендия это про личное достижение ну очень важно понимать но то что в европе можно учиться бесплатно на государственных языках это абсолютный факт я думаю что он будет учиться еще очень долго надеюсь на это и вот только в этом сентябре в чехию конкретно от эрудитуса всей украины уедет более 60 студентов это на самом деле не слабая такая цифра мы я думаю что мы даже конкурируем с киевовскими компаниями в этом плане потому что это огромное направление и чешский язык он дается очень легко в изучении славянская группа языков соответственно мы даже начинаем обучать ребят чешскому здесь у нас в харькове и потом они отправляются уже учиться в прагу либо в более мелкие города но зачастую выбирают столицы это здорово это здорово то очень важный момент я честно признаюсь вот одно наверное из таких вот ключевых был именно вот этот момент задать этот вопрос касательно того что миф что чтобы вы развеяли или как-то прокомментировали да вот этот миф то важный момент помните ли вы марина какая была первая страна которую вы так сказать освоили для вообще новым запомнилась или у вас как-то все так пошло быстро все так вы начали набирать в 2011 году все еще оставались популярными собственно говоря как и сейчас великобритания швейцария штаты но это безусловно очень дорогостоящие направления потому что у них все образование платная на английском языке и она достаточно дорогое но в тот момент мы начали открывать канаду и по сути опять же мы были первыми кто начал очень активно отправлять студентов канаду потому что это огромная страна эмигрантов страна которая открыта очень к молодежи то есть она очень грамотно поступает она сначала получает инвестиции от украинцев в виде услуг за образование да и потом она дает возможность там остаться на трудоустройство и в дальнейшем на пмж если это интересно студенту поэтому пожалуй это была канада но нашим первым студентом нашим первым студентом который вот пришел к нам в офис в харьков еще на рымарской мы были малюсеньком офисе 26 метров квадратных вдвоем супругом и мы еще докрашивали стену в оранжевый цвет да это вот у вас оранжевый цвет и сейчас и уже зашла постучала девушка и сказала это эрудитус мы так посмотрели супругом друг на друга да это я хочу уехать в чехию можно через вас и она стала нашим первым клиентом сейчас мурашки ну правда это очень я до сих пор не общаюсь это карина и прекрасно помню девочки прекрасно все сложилось ну прям она все в харькове живет или там нет она на два на два города на другом здорово это это интересно что поддерживать связь первым клиентом очень важно и более того у нас есть свой youtube канал где мы берем это эти отзывы от студентов и это не про то скажите как вам было сотрудничество с эрудитус нет это про реальные факапы потому что их очень много когда они отправляются за рубеж они очень многого они ожидают они думают что там красную дорожку мстелят но это не так да и учеба за границей это в целом вызов себе очень сильно это вы вступаете совершенно на новую дорогу и нужно понимать что вас ждет очень много челленджей и как раз приезжая уже потом сквозь какое-то время мы обязательно встречаемся с ребятами берем эти интервью и не очень классные совершенно каждый не похожие друг на друга поэтому тем кто только задумывается об обучении за границей я очень рекомендую посмотреть там абсолютно из разных стран ребята которые обучались и это прям такой личный опыт и там конечно есть это все открытая информация фамилии этих ребят с ним можно списаться в соцсетях поговорить уже из первых уст все узнать ну и естественно здесь будет ссылка на этот плейлист интервью если там есть этот отдельный плейлист либо на канал чтобы вы могли ознакомиться вопрос еще такой вот можно ли рассчитывать на то что студент который начнет учиться за границей где-то будет там подрабатывать ведь это какой-то тоже наверное может стереотип сложился до во всех американских фильмах студенты подрабатывают и первое наверное что я не помню сейчас я наверное лена ребята это первый на сериал где можно было видеть этих студентов которые каждый где-то что-то там подрабатывает они там и учатся как вы как это вы это случается с нашими студентами 95 процентов наших студентов работают за границей это разрешено естественно законодательном уровне 20 часов в течение вашего учебного процесса 20 часов неделю вы можете работать при условии если это не мешает вашим образовательному процессу и с каждым годом все больше процент ребят которые туда устраиваются все раньше то есть они входят вживаются адаптируются да и начинают искать работу конечно чаще всего это сфера обслуживания но очень классно что они этого совершенно не стесняются как это было раньше в мое время потому что когда я по кончай был поехала в 2006 году и работала официанткой то для моего отца это было крайне стыдно сказать своим знакомым что я отправил за свои же деньги ребенка чтобы она там работала на проклятых капиталистов цитата как бы это до сих пор то есть я вспоминаю что для отца это было совершенно непонятными вещами а то что я в первый год свой заработала там 10 тысяч долларов совершенно полностью себя отдела булава путешествовала половину штатов которых и американцы не были вот это меня совершенно в корне поменяла я поняла что своим трудом я могу многого добиться над своим усилием и там какими-то сверх сверх даже может быть усилиями поэтому наши ребята и мы прям на путьстве всем даем обязательно потому что это очень важно пройти этот опыт общения с иностранным работодателем неважно в какой сфере работа в макдональдсе лучшее что может быть потому что эта система невероятная система выстроена уже согласен просто я не знаю уже сколько лет это этой компании но люди которые выходят из макдональдса они могут они роботы они могут делать абсолютно все очень системно это то чего не хватает как бы нашей молодежи ну и в целом любому человеку который не был в трудовых отношениях и самое главное когда я поработала за границей я абсолютно четко поняла вот мне приятно было услышать от вас отзыв да что у вас такого теплая атмосфера сложилась это тоже про то как ты потом дальнейшем строишь отношения в конце концов строишь компании потому что для нас было очень важным строить компанию иначе с таким европейским подходом у нас все на ты у нас open door policy вы видели у нас везде застекленная как бы да то есть видно как занимаются как реагируют преподаватели все открыто никто не скрывает то есть для нас это важно и мы опять же были наверное на одной из немногих компаний кто это вообще в целом внедрил и так мы продолжаем строить свои отношения и и в команде да то есть для меня очень важно чтобы вот была вот эта прозрачность и простота в отношениях случалось ли в вашей практике такое что клиент просил неважно может быть ребенок может родители перевести из одного вуза в другой и вообще это наверное достаточно сложный процесс это не есть сложный процесс потому что плюс-минус система унифицирована за границей да и идет модульная модульно кредитное обучение то есть кредит это предмет до который человек изучает и потом он может его по сути перевести в любой другой университет стандарты одинаковые да как бы но скорее всего были такие ситуации когда то есть у нас часто например едут обучаться в колледже канадские это высшее учебное заведение да и там краткосрочные программы годичные двухгодичные после которых ребенок может студент может поработать и это самое главное преимущество что они очень практически направлены и иногда просто ребятам уже для карьерной лестнице нужно продолжить обучение там на в университетах но по сути это не совсем перевод это как продолжение обучения у нас было буквально несколько случаев честно за все десять лет когда ребенку что-то не нравилось в одной стране мы меняли прям целиком страну и это тоже не вызывает каких-то вы знаете это прям очень сложно именно выбрать вот чтобы прям в точку попасть на сто процентов поэтому мы проходим такой длительный путь семьей до вначале в консультациях потом профоритационном тестировании потому что часто бывает так что родители приходят и говорят мой сын должен стать медиком в канаде хорошо оплачивается эта работа да а мы делаем тестирование общаемся коучинг с ребенком проводим понимаем что там медициной грубо говоря и не пахнет но я утрирую но это очень на самом деле бывают такие ситуации и тогда мы идем уже вплотную работаем и с родителями объясняя почему не нужно передавливать и настаивать на своем потому что в итоге все равно все закончится ребенок так или иначе через какое-то количество лет очутиться там где он хочет быть потому что но его все равно приведет вот внутреннее его состояние к тому в чем он кайфует в чем он самореализовывается соответственно становится успешным и счастливым потому что это миссия нашей компании мы вдохновляем на самореализацию человека да на раскрытие потенциала и эту миссию мы стараемся внедрять абсолютно везде во всех проектах эрудитусы и в языковом центре в обучении за рубежом и уже в нашей новоиспеченной начальной школе вот поэтому процесс перевода не является возвращаясь к ответу на вопрос более точно он не является ничем сложным но так бывает крайне редко но бывает что ребенку что-то не подошло в стране даже иногда может не подойти климат аллергический реакции еще что-то родители может быть вообще даже об этом и не знали соответственно даже не могли предположить таких моментов не знаю там ну вот просто что-то не подходит менталитет людей и тогда мы мы меняем страну и все становится на рельсы свои едет хорошо но получается вот эти стандарты о которых вы сказали на мой взгляд они наверное чуть-чуть упрощают даже до немножко и помогают что если все работают по одному стандарту то ребенок учился два года у него есть четко вот уже наработанные какие-то предметы какие-то оценки если это вписывается даст а там вписывается в стандартную то действительно это просто раз и переключили да то есть как бы наоборот вот это вот система даже помогаем уже когда и говорят то есть канадские дипломы признаются во всем мире американские британские да это важно понимать потому что любой работодатель вы не знаете вы будете учиться в британии или в голландии куда вас потом занесет судьба поскольку диплом открывает возможности трудоустройства в любой точке мира и важно для работодателя понимать что вот это те стандарты которые получил студент обучаясь в том или ином вузе что они одинаковые поэтому таким образом да это выравнивается полностью есть возможности переводиться здорово следующий вопрос были вот какие-то ну такие ситуации которые вы можете назвать ну может быть трудными а может быть наоборот и трудными и которыми может быть вы гордитесь что вы их решили а они были ну такими непростыми что происходило со студентами которые туда уехали по вашей рекомендации или с вашим сопровождением и вам удалось их разрулить и это было ну не просто и можно об этом рассказать как то вот я постараюсь рассказать очень в общем потому что вся информация наших клиентах она безусловно конфиденциально ну даже имеем право разглашать исключительно по их согласию но я расскажу такой случай который лично для меня поскольку я курировала эту семью был очень сложный да и этот как раз таки тот случай когда родители абсолютно в корне видят по-разному будущее своего ребенка да то есть и это были попытки поступления в один колледж потом в другой колледж и в канаде да и в итоге они не закончились ничем то есть ребенок вернулся в харьков просто потому что у него здесь все хорошо у него здесь all inclusive ему не надо напрягаться ходить на пары думать вообще что подработка какая-то зачем то есть понимаете это про мы же не можем поменять мышление человека и обучение за границей это это очень сильный шаг как я уже говорила и это про личную внутреннюю мотивацию и первое что мы определяем опять же общаясь с ребенком с подростком это про то есть ли вообще эта мотивация к учебе за границей или просто родители привели это просто привели родители вот если это второй вариант то скорее всего нас ждет весел веселая история потому что она может появиться эта мотивация процессе потому что ребенок увидит что-то чего у него не было здесь он увидит какой-то другой уровень жизни он увидит возможно достижения которых у него не было он захочет тоже к ним и стремится но вот тот случай который у нас был к сожалению он не привел ни к чему да то есть для ребенка оказалось все здесь гораздо лучше и комфортнее под крылышком родителей нежели там где нужно что-то кому-то доказывать приходить новое общество заявлять о себе там как бы кем-то обнулился его успешный обвод то есть и я не считаю это как бы плохим опытом но то есть конкретно этой семье невозможно было доказать что вот не силуйте ребенку ребенка не заставляйте его до ехать там туда то есть они в данным до в той ситуации они вас спасали здесь от каких-то не очень там приятной компании и так далее я могу понять родителей да то есть я максимально сопереживаю в таких моментах и возможно они добились своих результатов в том что они его оградили там от каких-то моментов но как ожидания которые были у них чтобы он там реализовался в той стране остался в конце концов и смог там строить свою семью и свою жизнь то этого не случилось не мне судить хорошо это ли плохо вот был такой опыт и я просто говорю о том что родители всегда максимально должны вот все-таки слышать своих детей если в нем им не удается выйти на диалог этот откровенный то привлекать специалистов это важно сейчас масса слава богу таких специалистов и профориентологов и карьерных консультантов коучей да в частности у нас эти специалисты есть есть понятное дело если там необходимо уже психотерапевты и так далее но это важно сейчас эра того чтобы самопознание того чтобы не пять лет не учиться на экономиста или юриста и потом обнаружить что ты хочешь с жучками общаться понимаете то есть сейчас мы уже про другое и и сейчас время она вот просто очень быстро летит поэтому важно качественно использовать вот мне интересно даже наверное есть такие истории даже не знаю как сталкивались вы или нет вот когда родители приводят например куда-то ребенка на нут вам приводит и говорят вот марина наш сын пожалуйста помогите понять к чему он склонен вот мы семья врачей мы знаем чему он склонен но вы пожалуйста подтвердите нам и вдруг марина своих специалистов дает и оказывается не врач они разворачиваются думают марина наверное ошиблась идут другое место и в другом месте говорят ровно тоже не врач и кто совпадает с тем что сказали ваши специалисты потом идут еще и в какой-то момент понимают что когда уже там второй или третий раз им прилетает что не врач похоже не врач интересно были такие ситуации у вас когда-то как-то под сомнение ставили то что вы говорите и хотели перепроверить и как правило убеждение родителей крайне сложно проработать с подростком это возможно если на то есть взаимопонимание в семье родители понимаешь что не будет как бы давить свои своим авторитетом и своими желаниями но у нас были ситуации где родители ну как бы говорили нет нет мы хотим вот чтобы что-то неправильно сделали давайте мы то есть мы очень плавно к этому подводим если семья категорично мы не настаиваем но как бы в процессе это вылазит то есть чаще иногда такое бывает что мы можем просто даже не взяться за работу с этой семьей если там прям настолько такое нет взаимопонимания то есть там куда мы движемся потому что тогда эта работа это в работа в никуда никуда согласно все равно упремся потому что не мы не сможем выбрать не учебное заведение не специальность что будут постоянные конфликты ну да если вам приведут талантливого до мозга костей художника которого вас просят сделать математиком это просто в никуда в никуда сильно-сильно и просто вы будете до видеть что такой момент у нас же мы же не просто отправили на учебу за границу и аривидерчи да мы же оказываем комплекс и после то есть мы на связи с родителями мы отслеживаем успеваемость если это младшие дети да да не в школах мы по всем экстренным вопросам все что угодно может возникнуть когда ребенок учится за границей да это абсолютно жизнь и и здесь это уже про то что а куда вы меня отправили я вообще не на том месте то есть у нас настолько длительные отношения с клиентами то есть они приходят к нам в возрасте не знаю там пяти шести лет едут ездят с нами в лагеря потом выбирают с нами в возрасте 10 лет 11 там школу за границей потом университет то есть у нас сейчас есть семьи с которыми мы реально 10 лет уже в отношениях сотрудничаем да и это это очень дорогого стоит то есть что люди настолько нам доверяют поэтому вот такие выбросы там давайте мы вас отправим а там будь что будет но это не про эрудитус потому что мы знаем что мы с этими клиентами будем очень долго в любом случае общаться и нам же дальше как бы со всеми этими вопросами работать ну да получается я вот так вот пытаясь немножко как бы подытожить как происходит путь попадания к вам получается действительно если вы к вам на языковые курсы придет ребенок совсем вот возрастом 4 5 лет он будет с вами он будет обучаться потом он подойдет к тому возрасту когда вы его сможете сделать ему профориентационный тест и помочь определить куда же до помогайте там подобрать вуз и и потом он заканчивает этот вуз и потом он записывает вам видео с обратной связью и благодарить за то как вы какое участие да это достаточно большой цикл получается клиент проходит с вами и вот еще этот цикл вы можно так сказать наверное увеличили тем что у вас появилась школа да я знаете это очень личный проект и мы идею большой школы вынашиваем очень давно почему мы его нашего потому что зачастую когда родители приходят к нам чтобы вот выбрать профессию для ребенка отправить его в университет они приходят к нам часто очень особенно дети и не побоюсь этого слова поломанные да то есть в переносном смысле поломанная системой и и нам приходится как бы достаточно долго с ними работать откатывать их назад докапываться до их сути рассказывать что это общество убеждения это вам рассказали другие люди это не ваши внутренние да и то есть и мы поняли что будь то другая школа которая бы им это давала вот самого маленького да с пяти лет с подготовки к школе давала возможность раскрывать потенциал давала возможность быть собой свободным в своих мыслях поступках то но это были бы просто гениальные дети потому что чаще всего они приходят не страдают от буллинга они затюканы и они боятся сказать что потому что что о них подумают в общем проблем подростковых я думаю что вы с этим сталкиваетесь тоже очень много и мы к этому шли очень-очень осознанно и долго понимая какой это большой проект средняя школа и когда у нас появились дети у нас двое деток святослава вот пять с половиной и мирочки я так и знал что этим закончится потому что свои дети мы поняли как бы это сейчас может быть не очень красиво звучало но конкретно для наш для наших детей мы поняли что нет школы в харькове куда бы мы их могли отдать просто потому что мы видим это все совершенно иначе нам действительно важно развитие наших детей гармоничная комфортная в их темпе они строго по системе и для нас очень важно чтобы их не заставляли делать то что с чем они совершенно не согласны да то есть я я сейчас не про какую-то совершенную свободу во всем и фривольность да в целом а про то что зумеры они совершенно другие это поколение которое в разы быстрее чем мы это поколение которое сверх эмпатично которая считывает без слов поколение которое точно запустит еще не одну теслу в космос и в целом я понимаю что вот мы должны следовать за этим поколением и дать им лучшее что у нас есть и точно не насаждать так родилась и родит уску школа которая воспитывает личности и да она началась пандемию как это не страшно звучит знаете открывать проект в пандемию когда все непонятно сложное вообще будет ли школа но мы решили открытие первый день открытых дверей провели в прошлом году 13 июня и уже в августе стартанули стартанули два класса да вот здесь конкретно на алчевских в этом году у нас настолько большой спрос уже но пока у нас мало места поэтому мы еще открыли на алексеевке там где у нас наш второй центр там тоже есть сейчас набор в первой классы и каждый день открытых дверей которые мы проводим с командой я чувствую такое невероятное послевкусие и счастье от того что это приходят наши родители потому что самое главное вроде тут скул для нас это собрать комьюнити семей которые понимают ценность того образования которое мы даем для детей которые с нами разделяют эти ценности и мы готовы идти вот и смотреть в одну сторону потому что например с одним родителям мы вынуждены были расстаться и это тот момент когда мы не про деньги буквально смысле слова потому что сейчас этот проект это абсолютно неприбыльный проект потому что нам было важно чтобы ребенку было у нас классному школа полного дня с 9 до 18 и ребенок с нами проводят ну чуть ли не пол своей жизни и возвращаясь домой у него точно не должно быть разрыва шаблонов условно если мы говорим о том что перерабатывать и в целом до мусор вот нужно вот так и мы стараемся здесь и детям здесь это показывать насколько это возможно да вы показываете я подтверждаю видел в коридоре стоят разделительные здорово да но возвращаясь домой если родители этого не подтверждают мы не заставляем всех сортировать дома мусор мы понимаем что к этому нужно прийти лично но как минимум эту идею нужно поддерживать и и в целом да то есть чтобы мы вот были на одной волне а когда мы слышим от родителя мне надо чтобы она делала так мне надо то есть родитель сам хочет удобного ребенка как этого хотят большая часть школ то здесь к сожалению это было прям выше наших сил вообще видеть как ребенок разрывается поэтому мы вот приняли решение расстаться с этой семьей потому что у нас было слишком много разногласий в первую очередь с родителями вот а школа это такая тренога да это родители это ребенок и это мы и нам очень важно чтобы тут все за замыкалась и и у нас это все шло очень гармонично у нас это получилось потому что все наши крохи которые к нам пришли первый второй класс продолжают с нами обучение для нас это самый главный показатель и не хотели они приходили на каникулы к нам мы родили быть так каникулей это конечно хотели они пришли это показатель да они хотят уходить они сейчас в лагерь у нас дневной лагерь сейчас каждый год мы проводим уже четвертый год подряд и они сейчас у нас и в лагере то есть им классно с нами это самая высокая оценка потому что вы знаете что детей не обмануть выдают все максимально все что мне нравится сразу же и это пожалуй самое-самое для нас главное в этом году в первый класс идет наш ты уже поэтому это прям сверх для нас ответственно и в целом да прям очень личный проект но это только начало сейчас мы имеем лицензию начальной школы министерства конечно же работаем по новой украинской школе но мы выбрали эту программу которая нам позволяет быть наиболее гибкими поэтому нас очень много из запада западных методики мы в принципе ориентируемся на ребенка то есть нет такого что мы четко даем всем детям одно и то же мы смотрим в каком темпе развивается каждый ребенок ему подбираем программу согласно какие-то задания дополнительные плюс у нас в школе нет классного руководителя у нас есть тьютер который следит за психоэмоциональным состоянием ребенка за тем как он взаимодействует в коллективе и если нужно дает ему свою поддержку да как-то вот морально что-то и это самый главный человек для родителей то есть которые взаимодействуют между ребенком родителями и преподавателями собирает обратную связь и если нужно помогает ребенку либо что-то дополнительное изучать либо нагонять какую-то программу если там его не было по болезни например что-то вот в этом роде что еще такого особенного бороди тут скул мы очень топим за раскрытие потенциала соответственно даем опции детям как в творчестве так и в спорте мы работаем с я прям у меня там табу на физкультуру которая была раньше в школах знаете прыжки через козла да 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 или вот это когда ты добегаешь 2 километра бег по стадиону да с поликами но ты добегаешь хоть бы не последний фуха я была отличница нельзя было вообще прибежать последний иначе как я вообще буду глазах всех сотрудников нажимали себя последний да поэтому это для нас табу сейчас мы хотим чтобы спорт вдохновлял детей чтобы он им нравился поэтому мы работаем с йодом спортивный клуб йод на клочковской это клуб моей семьи моя сестра управляет им и там детей обожают ровно также как и мы в эрудитус поэтому три раза в неделю мы возим деток туда там где у них фитнес самбо тэквондо брейк-данс художественная гимнастика это все естественно с мастерами спорта с профессионалами которые дают детям сразу максимум до которые они могут и у детей есть мотивация до большой спорт и в целом даже если не большой спорту в то как как это выглядит по-настоящему то есть да это здорово это важно вот слава мой же начал ходить на тэквондо и у него были первые соревнования и там первые победы это просто это невероятно это правда очень вдохновляет детей на дальнейшем на какие-то системные дисциплинированные занятия то есть это прям классно плюс творческая мастерская где они работают именно с профессиональным художником и это опять же я часто шучу на этот манер на дне этой двери потому что мне допустим первом классе сказали что у меня руки не с того места растут и как бы все мои рисунки сдавала за меня тетя а сейчас когда мне нужно нарисовать дизайнеру хотя бы хотя бы показать как я хочу как я вижу это в кабинете я вот вот верьте я просто даже не могу элементарные вещи да в пространстве нам нарисовать и это тот навык просто мы недооцениваем это это тот навык который необходим сейчас каждому человеку потому что все что касается визуализации в нынешнем мире технологичном до полностью полностью технологичном это супер важно поэтому мы не даем очень много уделяем этому внимание даем детям возможность и робототехникой заниматься стем подход у нас в школе и сейчас родитут школа она очень семейного типа потому что она маленькая да у нас две локации но конечно у нас очень большие планы это будет большая школа в харькове аналогов которые нет в восточной украине это будет школа который будет предлагать полностью программу на английском языке с получения международных аттестатов сша или канады и соответственно гарантированное поступление более сотни вузов по всему миру поскольку у нас конечно же есть такая возможность и связи с университетами по всему миру наши ребята могут смогут получить очень достойное образование среднее здесь чтобы не ехать никуда на подготовку за рубеж и сразу же поступить в вузы вот поэтому вот такие небольшие наши планы здорово марина ну школе эрудитус конечно повезло безусловно что у школы эрудитус есть эрудитус но есть школы в харькове которые стараются хотят много делают и у них очень мало есть на предмет вот конкретно профориентации и того что вы делаете касательно подбора вузов и вопрос логичные как у вас происходит если у вас открыты ли вы к сотрудничеству с школами частными может быть не частными ну наверно в первую очередь частными школами мы не просто открытые мы уже стартовали такой проект нашими коллегами из гравитации и этот проект который начинает работать в старшей школе с детьми и среди из их родителями по сути мы являемся такими карьерными консультантами по обучению за границей да то есть мы даем возможность пройти профориентационное тестирование общаемся полностью со всей семьей даем обратную связь и в дальнейшем если интересует обучение за границей ребенка да то он может продолжить посещать серию мастер-классов и необходимых презентаций для того чтобы определиться с выбором будущего будущей страны затем профессии или там сначала профессии у кого как получается иногда бывает так что хочу в канаду неважно куда просто в канаду с выбором профессии страны и дальше уже учебного заведения то есть это такой цикл который будет длиться достаточно весь учебный год и к нему можно присоединиться уже сначала старшей школы для того что потому что чем раньше вы понимаете это тем больше шансов подготовиться сдать необходимый уровень английского языка если вы обучаетесь на английском планируете да там взять айлс и литойфл международные сертификаты или если вы планируете обучение на иностранном языке другом и поступать например в госвузы в ту же германию или австрию это требует еще более щепетильной подготовки поэтому тут наверное даже еще раньше необходимо об этом задумываться но все равно это достаточный промежуток до 3-4 года для того чтобы усиленно подготовиться вместе с нами пройти этот путь и подать все документы заранее все все успеть все сделать скажите марина вот оптимальный возраст если для того чтобы ну скажем так начать общаться с компанией эрудитус и делать какие-то такие знаете наброски на вузы заграничные когда например ну наверное да вот посмотрит какой-то родитель скажет ну марина просто конечно золото и все что она говорит это прекрасно а вот как понять да вот когда можно делать вот эти вот наметки ставить как это вообще очень рекомендуем дать возможность если опять же есть финансовая возможность дать возможность ребенку попробовать себя в обучении за границей на короткий период и этим являются каникулы за границей то есть в принципе с нами начинают ездить уже в групповые поездки в сопровождении наших педагогов по английскому языку групп лидеров уже с возраста там шести-семи лет там у них была неделя гарри поттера в лондоне они наконец-то поняли зачем они учили этот английский язык мотивация пришла и стала на свой более того они поняли что им еще не хватает наверное испанского потому что там было очень много ребят из латинской америки которые постоянно говорили на испанском и не всегда переходили на английский то есть появилась вот эта настоящая истинная мотивация да зачем я изучаю иностранные языки потом можно отправляться в индивидуальные поездки где у тебя уже больше ответственности и ты можешь как бы и больше практиковать уже язык потому что нет групп лидера нет человека старшего который решает твои вопросы ну конечно ты находишься на территории школы с кураторами со взрослыми то есть там все это подконтрольно все под контролем большим но у ребенка уже больше ответственность и просто в такие моменты у родителя прорисовываются вот это вот готовность ребенка вообще к дальнейшему к самостоятельности к тому как он будет себя дальше ощущать потому что это про готовность же и родителя тоже с другой стороны про спокойствие про я отправляю ребенка я знаю что его там не вырвет голову просто от эмоций да что он будет как бы совладать собой и понимать что ему какой ситуации делать то есть вот это про плавную такую подготовку и возрасте уже 10 11 лет можно отправляться на какие-то специализированные курсы английского когда у вас уже хороший например английский вы можете поехать на программирование в англии да или там актерское мастерство в америке то есть зависимости от того что уже там плюс минус интересно ребенку плюс там спортивные понятно очень много направлений и это уже такие зернышки которые дают возможность родителю понять ага мы вот в этом направлении движемся и потом они приходят к нам на консультацию такую комплексную да где мы определяем какие могут быть пути пути может быть два закончить украинскую школу и поступать в университет на первый курс да или же закончить школу за границей и поступать в топовые университеты за границей потому что если у вас гениальный ребенок и вы у вас с амбиции у ребенка в том числе конечно же да и есть желание поступить там в университеты лиги плюща или в оксфорд кембридж то нужно понимать что такие вузы поступают только с образованием заграничным я имею ввиду среднем да то есть для этого нужно получить аттестат той страны вот тогда мы отправляемся на четыре года последних обучения за границей или там на два последних поэтому в принципе речь идет уже об 10 11 годах когда нужно прийти пообщаться понять какие дальше шаги к чему мы готовимся когда нам нужно уже подтянуть английский на такой уверенный язык чтобы отправиться в школу а после школы уже идет поступление в университет но что очень часто все кто думает что там я то нет не аж университет не аж потом потом оказывается что люди хотят поехать западную школу просто потому что они понимают что здесь система образования особенно старшей школы к сожалению пока не адаптирована под конкретно подготовку к университету то есть за границей в старшей школе никто не учит двенадцать предметов они сфокусированы на четырех или на шести вот предметов которые после профориентации абсолютно четко определены для ребенка и он работает конкретно с этим дисциплинами он у него нет раз фокуса он работает с тем что ему нужно в будущей профессии соответственно он поступает по результатам конкретно этих дисциплин они там каких-то еще семи-восьми не нужно но получается вот наверное мы переходим уже к последнему пункту по поводу планов и будущих проектов я марина уже за вас немножко хочу сказать ну свои какие-то предположения вот слушаю вас внимательно и у меня возникает такая мысль а может наверняка вы мечтаете о том что у вас было конечно же полный новые сказали да полная школа большая а как вы думаете удастся ли реализовать такой подход который похож на тот подход который вот есть в зарубежных школах потому что я вот общаясь с директорами наших участных школ харьковских у меня сложилось такое впечатление вот интересно как вот вам она близко или нет что у нас школы имея ну такие вот программы как school of tomorrow как четко вот такое направление на кембриджский экзамен все-таки как-то даже поинтереснее выглядят чем наши вузы в плане если ребенок готовится будущее свое размещать где-то в европейских странах то у меня сложилось такое впечатление что школы наши ну достаточно не то что там ну идеально да ну неплохо это делают принципе ну вот этот вот вопрос интересный возникает логичная можно ли как-то так повернуть чтобы еще это лучше получалось я не претендую на на то чтобы эрудитус школа стала эксклюзивной или уникальной потому что наверное это практически невозможно ввиду того что мы очень много берем из запада понимая что эти методики работают уже там даже не десятки лет а гораздо больше да и и они переходят и к нам в том числе действительно за последние 10 лет я тоже вижу очень много коллег в том числе и столичных которые реализуют прекрасные школьные проекты которые достойные которые мы дружим мы знаем друг друга мы прям воодушевлены тоже что в украине есть такие школы но мне мне кажется что у нас есть все шансы с нашим подходом и идеологией стать той школой которая которая будет в одном месте давать ребенку абсолютно все потому что сейчас очень многие родители работают таксистами с одного места в другое на кружок в погоне дать ребенку лучше да там лучшее плавание лучший кружок по мнению или еще что-то родители превращаются водителя и а я убеждена что школа это про образование а родители это про любовь и очень хочется чтобы приходя из школы домой родители могли качественно проводить время с ребенком не домашних заданиях и там не в репетиторах бесконечных а в том чтобы действительно кругу семьи здорово проводить время и узнавать друг друга все лучше потому что опять же в наше сумасшедшее время все просто по своим кружкам и мы мы не видим детей я за то чтобы школа стала тем местом где ребенок смог получить абсолютно все касательно раскрытия его потенциала и всех его хобби и увлечений и так далее и и опять же это уже не мечты да это уже абсолютно четкий план действий которые у нас сейчас супругом весь фокус на на это на открытие большой школы и конечно наши родители узнают об этом первый как только мы все определим все утвердим но мы уже уже принципе делаем очень много для того чтобы этот проект очень скоро уже открылся и стал большим хайка и вот кстати вы сказали по поводу курсов и кружков не встречались такие ситуации когда в семье прямо под ребенка маме покупается машина папа работает и маме так машина и как будто бы не очень нужно но поскольку есть ребенок ну то есть понимаешь 20 кружков и ты же должна как-то маршруты простраивать и не на метро даже больше скажу сейчас родители многие свою занятость выстраивают то есть удаленную работу все вокруг кружков ребенка нет сегодня не могу потому что у него там на алексеевке то то сегодня ему потому что у него на сталтовке тот и это еще у нас достаточно компактный город да очень например себе родители этого не могут позволить потому что приехать справа на левый берег это уже целая это событие да да марина какие еще вот мне кажется что наверное у вас еще в планах и мечтах наверное наверное вот все-таки расширить количество может быть стран и вузов которые вы предлагаете что у вас вообще о чем вы сейчас вот думаете и мечтаете если говорить о предложениях по обучению за границей то у нас они в принципе расширяются практически ежегодно потому что меняются предпочтения тенденции какие-то сейчас открывается очень сильно азия да и у нас ребята интересуются обучением в японии в сингапуре в китае да ну как бы понятно по какой причине да и это не может не радовать потому что это ведет опять же к изучению новых языков ребятами то есть для нас это у нас ни одного нет похожего студента то есть у каждого студента все равно какая-то своя история появляются новые программы которых раньше не было соответственно мы закапываемся в них мы же во всем разбираемся прежде чем что-то предложить клиенту да то есть это важно и у нас в этом плане всегда какой-то рост и каждый раз когда я кого-то приглашаю в команду к нам на работу нового я говорю ready for the challenge ну то есть у нас не бывает каждый день там пришел в документах посидел и все это не про нас у нас постоянно какие-то истории плюс языковой центр у нас в языковом центре лагерь каждое лето осень зиму да это тоже там новые смены новые какие-то истории движения там прошлом году у нас не было тик ток смена в этом году у нас есть тик ток смена потому что это так бумит это так интересно подросткам это про вечное движение целом наверное это наш девиз по жизни потому что я убеждена что без движения чек просто тихонько ползет в кладбище в этом году будет 82 и вчера она мне сказала что она закрыла еще десять бутыльков огурцов и я подумала что я лентяйка по сравнению с ней вот поэтому после этого интервью вам никто не поверит чтобы лентяйка марина ну это невероятно вот это да планы у нас большие всех пока раскрывать не могу самое главное сейчас фокус на открытие большой школы поэтому это наверно сейчас самая главная цель номер один как можно быстрее запуститься здорово марина спасибо вам большое за ответы на вопросы мне очень интересно действительно было и самому и мне кажется родителям тоже вот хочется донести эту мысль что образование за рубежом это не удел политиков большого бизнеса это уже давно не так и поэтому можно приходить к вам пробовать узнавать начинать с вами выстраивать общение и хотя бы ну то есть закончить вот фантазировать на эту тему а начиная индивидуальную стратегию начинать наконец-то да с к этому прикасаться с этим работать было надо если я полезно было спасибо да и вам по силу время